Общий взгляд в будущее. Именно такое название получил состоявшийся в Гомеле форум. Его отличительная особенность заключалась в том, что в возрасте журналистов, участвующих в мероприятии, не превысил 30 лет. Молодые корреспонденты с позиции своего возраста обсудили проблемы информационной политики. Вы продолжите такое хорошее творческое общение, ради которого мы и затеяли этот проект. Хочу сказать, что он будет такой хорошей, мы надеемся, составной частью той большой работы, которую мы проводим в области международного информационного сотрудничества. Беларусь сегодня действительно стала такой площадкой медийной, хорошей. Это открытие новых имен. Это активизация того информационного пространства, в котором мы живем. Это совершенно какие-то могут быть уникальные идеи, мысли. Это своего рода поиск креатива, чрезвычайно актуальный и важный. Более того, это формирование единого сообщества, которое работает на одну задачу, на одну цель. Делегация из Брянска и Смоленска посетила издательство «Гомельской правды». Это самые многотиражные печатные издания Гомеля. Журналистам показали условия работы белорусских коллег, рассказали об особенностях печатных журналистов, а также их взаимодействия с органами власти. Уже после экскурсии корреспонденты обменялись мнениями по поводу совместных проектов. Масштабность мероприятия, что хорошая организация, очень много участников, возможности общения опять-таки со своими единомышленниками, с коллегами, а также с мастерами журналистики. То есть обмен опытом старших коллег. Самое главное, мне кажется, это новое знакомство, новые связи, интересные встречи, по крайней мере, потому что здесь соединяются различные пути, белорусские, российские, украинские пути, молодых журналистов. Медиафорум вообще, мне кажется, он интересный. Если выразиться, так сказать, молодежным сленгом, просто потусоваться, это профессиональная среда, узкая среда, мне кажется, это интересно. Я думаю, для Брянской области, для СМИ Брянской области это наиболее важно, так как мы находимся на стыке трех республик, и поэтому как-никак соседи и должны знать, что происходит и у соседей, и должны рассказать, что происходит у нас. Во второй день работы форума состоялись так называемые практические встречи, знакомства с печатными изданиями, которые привезли на форум участники мастер-классы от известных белорусских и российских политологов и специалистов СМИ. Насыщенный план мероприятий форума позволил в короткое время обсудить проблемы информационной сферы. Отдельно была затронута тема журналистики союзного государства. Те, кому еще только предстоит описывать современные реалии, смогли убедиться, что взрослые наставники готовы им в этом помогать. Итог такой масштабной встречи принятая резолюция, в которой участники отразили необходимость развития молодой журналистики. И что самое главное, сделать состоявшийся белорусско-российский форум традиционным. Игорь Мерчук, Александр Егоров, События, Гомель. Продолжение следует...